Это снимок приданочных пазух носа. 11-летний пациент поступил с жалобами на заложенность носа. Буквально за 5 минут обследования на новом рентгенкомплексе стало понятно, что патологии у ребенка нет. Качество изображения стало гораздо четче. Один из основных плюсов оборудования, которое установили неделю назад, время обследования детей сократилось почти в два раза. Да и в целом преимуществ достаточно. Изображение широкоформатное. У детей именно и с низкой дозовой нагрузкой. Мы можем изменять режимы, соответствующие данному возрасту пациента, уменьшая дозовую нагрузку. На данном аппарате можно делать стандартные рентгенологические процедуры, такие как рентгенография, конечности периферического скелета, позвоночника, патологии органов, органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, патологии почек с применением контрастных методик. Рентгенкомплекс здесь ждали. Предыдущий 2011 года уже был сильно изношен. Руководство сделало заявку в региональный Минздрав. Средства выделили из краевого бюджета. Данное оборудование нам обошлось вместе с ремонтом и подготовкой помещения под установку этого оборудования более 25 миллионов рублей. В течение года после заявки мы отыграли аукцион и, соответственно, получили данное оборудование. По словам главного врача, все отделочные материалы в помещении тоже подобраны таким образом, чтобы снижать лучевую нагрузку при обследованиях. Ну а комплекс позволяет не только получать цифровые диагностические изображения, но и обрабатывать их и сохранять, а также передавать полученную информацию. Обследовать на аппарате будут детей с рождения до 18 лет. Ну а руководство, между тем, уже подготовило и отправило в Минздрав еще ряд заявок на обновление оборудования. Правда, то, какую технику мечтают заменить, пока оставили в секрете. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.